Субтитры создавал DimaTorzok Затем мы расслабляем мышцы лица. Очень важно пространство между бровей, глаза, губы. Не нужно стараться улыбаться или как-то держать, просто расслабить. И мы представляем, что напряжение стекает по телу, как вода. И уходит в землю. Дальше расслабляем шею, плечи. Напряжение стекает по рукам. Расслабляем локти, запястья. Там часто скапливается напряжение. Дальше мы расслабляем грудную клетку и спину. Опять же, мы стремимся к прямому положению, но мы не насилуем себя. Подбородок чуть-чуть лучше опустить. Дальше очень важная часть живота. Живот должен быть настолько расслаблен, чтобы мы почувствовали, как органы опускаются. Расслабляем и внешние мышцы, и внутренние. И когда живот расслаблен, то мы почувствуем, как дыхание становится более естественным. И на вдохе живот немного надувается, а на выдохе – сдувается. И дальше мы расслабляем ноги, колени, ступни. И когда тело будет расслаблено, возникнет ощущение, что оно не такое плотное, как им кажется. Что-то похожее на облако, которое скорее висит над землей, нежели сидит. И также в этом состоянии можно начать чувствовать потоки. Потоки энергии, которые проходят по телу, вокруг тела, внутри тела. Особенно в тех частях, которые больше расслаблены, скажем. И внимание переходит на дыхание. И какое-то время мы можем сосредотачиваться, наблюдая за дыханием. Дальше мы расслабляемся еще больше. И мы можем переключить внимание на внешние какие-то звуки, ощущения. Шум волн, пение птиц, шерсть деревьев. Возможно, какие-то ощущения ветра на коже. Вкус во рту. И после этого мы должны отключиться от внешней реальности. То есть мы закрываем глаза и начинаем втягивать чувства внутрь. Отключаясь от всех внешних сигналов и помещая свое внимание в центр. В центр груди. В область сердца. Приветствуем вас на канале Asia Amazing. И сейчас мы находимся на Пангане. А вы знали, что Панган – это не только красивые пляжи и знаменитая фуллмунпати? Это место притягивает еще и йогов со всей планеты. И сегодня мы решили познакомиться с этой философией поближе. И рядом со мной Алексей Вязовов, основатель Академии Высшей Йоги на острове Панган. Алексей, спасибо, что уделили нам время. 7 утра. Вы назначили встречу на столь раннее время. Вы обычно так просыпаетесь? Как начинается вообще день йога? Из чего? Вы там успели позавтракать или помедитировать до встречи с нами? Обычно я встаю еще немного раньше, в 6. А иногда медитирую, иногда нет. От чего это зависит? У меня трое детей, поэтому это зависит от того, как сложится утро. Но если есть возможность, то да. Я стараюсь настроиться на день, затем позавтракать. Вот вы сказали, у вас трое детей. У вас вся семья занимается йогой или только вы? Я с женой, дети потихонечку, но еще не активны. А сколько им лет? Старшему 12, сыну дочери 9 и младшему годик. С чего начинается ваше занятие по йоге? Вот сейчас мы на таком импровизированном занятии. Вот если я пришла к вам на урок, с чего бы мы начали? Я рассказываю о том, как настроиться, как привести, в какое состояние привести свой ум и куда его направить. И затем все делается с разночением. Нам нужно устранить беспокойство ума, которое отвлекается, конечно, сначала. Потом может стать скучно. Потом может хотеть думать о чем-то еще. И постепенно устраняя эти отвлечения, мы можем сконцентрироваться на том, на что мы медитируем. Изначально классически это как раз та наша неизменная часть, которую можно назвать душа или еще как-то истина. В принципе, также можно медитировать на какие-то материальные цели или переживания, задачи. Например, можно медитировать на счастье. Его как-то представлять надо определенного цвета. Мы должны иметь некоторое представление. В йоге это называется визуализация. То есть, если что-то конкретно связано с счастьем, то можно это визуализировать и на этом медитировать. Ну, я как понимаю, у всех людей будет разное представление счастья. Индивидуально, субъективно, как и все остальное. И изобилие, и любовь, и что-то еще. А можно говорить о каких-то сроках, за которыми можно научиться медитировать правильно? Если медитировать регулярно, то есть пару раз в день, хотя бы минут по 20, то через 3-4 месяца можно добиться хорошего результата. Да, немаленький такой срок. Через год результат будет ощутимый. Вы не будете отвлекаться ни на что, кроме того объекта медитации, который вы выбрали. А сколько минут должен происходить сеанс? Я всегда советую начинать по чуть-чуть, 15-20 минут. Если получается, то два раза в день. Но когда это начинает получаться, то затем, естественно, это начинает переходить в час, может быть, два, может быть, даже три и больше. Хорошо. Распространенное мнение, что нужно непременно сесть в позу лотоса, самую знаменитую, и вот там задуматься, глаза закрыть. Как нужно медитировать? Или можно лежа, или можно за рулем? Вот некоторые говорят, что могут достигать медитативного состояния, когда едут за рулем. Едут там, ни о чем не думают. Можно ли это считать медитацией? А я думаю, что легическая медитация это считать нельзя. Мы должны быть на 100% сконцентрированы. И, скорее всего, мы попадем в аварию. Я пробовал медитировать за рулем, это довольно опасно. Хотя я медитирую уже больше 20 лет, и я могу достигать какого-то медитативного состояния, но не 100%. Иначе ты теряешь видение реальности, потому что наша задача отключиться от внешнего мира. Так как мы за рулем все-таки с ним взаимодействуем, то это нежелательно. Йога-сутра говорит о том, что асана – это некоторая неподвижная, удобная, комфортная поза. Но все-таки лучше сидеть, как правило, сидели, поскольку лежа большая часть людей засыпает. Сидеть можно и на диване, и можно сидеть на полу, облокотившись об стенку, потому что все-таки, когда мы стараемся держать спину прямо, как это часто, у нас постоянное мнение, то мы очень много сил на это тратим. И мы больше следим за позой, чем за нашим умом и за процессами медитации. Нирвана. Все наслышаны об этом состоянии. Удалось ли вам за такое количество лет все-таки достичь, либо приблизиться к чему-то похожему? Да, я переживал это состояние. Нирвана – это больше цель, которая ставилась в буддизме. Они, конечно, буддизм очень связан с йогой, но скорее в йоге направление на самадхи. Мы перестаем отождествлять себя с тем, с чем мы привыкли себя отождествлять. Мне, конечно, очень сложно представить. Но если вы не чувствуете в этот момент себя собой, то кем вы себя чувствуете? И какие мысли? Ну, мыслей, наверное, нет. Это же освобождение. Вы чувствуете себя собой, но не тем, чем вы привыкли себя чувствовать. А кем? А чем-то, что пребывает здесь и наблюдает за этим персонажем, которым вы пользуетесь. Как, например, когда мы играем в компьютерную игру, мы создаем персонажа, которым мы действуем, переживаем. Опять же, если взять то определение, которое есть в йога-сутре, то йога есть в прекращении деятельности сознания. Расскажите побольше о вашем опыте. Более 20 лет вы занимаетесь йогой. Где учились? Изначально меня сразу, ну, с детства, наверное, стали интересовать вопросы, зачем мы живем. И я начал это искать сначала в боевых искусствах. Как оказалось, что в нашей стране в то время все сводилось к некоторым, ну, драке, так скажем. И там не было этих ответов. Случайным образом я встретил своего первого учителя, который переехал из Индии, проведя там много лет. И я начал учиться. Да, мы делали какие-то физические упражнения, которые называются асаны, но довольно быстро перешли к медитации. Я сразу почувствовал, что это то, что мне надо. Потом я уже ушел с работы. А кем вы работали? А я закончил государственный университет международных отношений, ГИМО, и работал в компании, которая занималась международными проектами. Но когда я начал больше уже вести занятия, надо было сделать выбор. Ну, я бы сделал. Что касается видов йоги, и возвращаясь к Азии, у нас все-таки телеканал об Азии. На Пангане очень много разных йога-школ. Вот мы, прежде чем поехали сюда, подготовились, посмотрели в интернете, очень много всего предлагается. От различных ретритов до детокс-программ. Можно купить занятия по йоге одно, можно целый месяц сразу оплатить. Какой йогой можно заняться на Пангане? В основном это три. Три направления. Это хатха-йога, аштанга-виньяса и тантра-йога. Есть преподаватели кундалини-йоги тоже. Но в первую очередь эти три. Они преподаются практически во всех школах. И, как правило, преподается, что это какая-то смесь между хатха-йогой и виньяса-йогой. Вы говорили, что у вас именно высшая йога. Чем отличается высшая йога от той массовой, которая, наверное, более популярна, и та представление, о которой имеет каждый человек? Вот высшая йога, что это? Это скорее слово, наверное, да, потому что это следующий шаг. То есть, если мы откроем один из базовых текстов по хатха-йоге, хатха-йогу-парадифика, то самое первое стих будет говорить о том, что это знание дано для достижения раджа-йога. Вот как раз раджа-йога является высшей йогой. То есть, это в первую очередь йога ума. А хатха-йога – это подготовительная часть, когда мы начинаем, учимся управлять своим телом, управлять своим дыханием, управлять затем своей энергией ради, затем контроля над умом. То есть, сложно сразу перейти к контролю ума. Поэтому, чтобы сконцентрироваться, мы сначала можем использовать тело. То есть, вы говорите, что, например, сначала может быть сложно медитировать. Но, если мы выполняем эти самые упражнения хатха-йоги, то мы начинаем уже сосредотачиваться, сконцентрируясь на позе. Не думая о том, что нам надо пойти купить хлеб, поехать на работу, кому-то позвонить. Мы сосредоточены. А затем это помогает медитировать. Медитация йога, они дают какую-то практическую пользу для организма? Ну, допустим, здоровье, может быть, организм лучше функционирует? И то, и то дает. И хатха-йога, и медитация дает. Мы перестаем так сильно стрессовать. Поскольку все-таки большая часть болезней возникает сначала из эмоциональных каких-то блокировок. То есть, потоки энергии начинают застревать в теле из-за вот этих самых эмоций. И потом мы их заболеваем. Может быть, физическая травма даже, если это сильная эмоция. Мы можем потом сломать руку или ногу. Если она не такая сильная, то там простудится. То есть, психосоматика? Да. То есть, она существует? Конечно, конечно. И главный результат такой практический от медитации, что болезни практически перестают тебя беспокоить. То есть, вы не болеете вообще? Ну, последние 15 лет я ни разу не был врача. Да, я иногда могу простудиться. Но обычно это происходит несколько часов. То есть, во время медитации я устраняю. Что можете посоветовать нашим телезрителям, если они посмотрели, вдохновились, с чего начать, куда пойти? Я бы посоветовал, наверное, сначала подумать, а чего бы человек хотел добиться в жизни. Потому что, наверное, в первую очередь, йога – это это. Связь с самим собой, честность. Можно сказать, со своей душой. Зачем ты родился? И чего бы ты хотел? Не хотел в смысле мороженого или квартиру, машину. А, наверное, чего-то более глубокого. И, поняв это, дальше можно почитать о том, что такое йога. Скорее всего, ты увидишь, как это тебе может помочь. И начать двигаться в этом направлении. Это номер один. Номер два и номер три. Спасибо большое за беседу. Здесь больше нечего добавить. Ищите себя, занимайтесь йогой и смотрите Азию. 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 Азию.